Доброе утро, день или вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наши разговоры об адаптогенах. И сегодня я предложил в качестве первой лекции, уже более детальной лекции об адаптогенах, одно из самых интереснейших растений и, пожалуй, одно из растений, которое сыграло очень большую роль в развитии концепции адаптогенов, это радиола розовая. Предварить свою лекцию я бы хотел словами алтайского поверья. Тот, кто отыщет золотой корень, будет до конца дней своих удачлив и здоров и проживет два века. Однако тот, кто выкопает его в корыстных целях или купит его у корыстного человека, впадет в нищету. Вот как мы видим из вот этого тезиса, народ использовал радиолу в течение достаточно длительного времени и многие народы приписывали некую даже магическую силу данному растению. Но сейчас мы с вами более подробно рассмотрим, что это за растение, почему оно вызывало такой интерес, что с ним связано, какие действующие вещества обнаружены в радиоле и как его можно использовать, используя для себя. План нашей лекции изложен на этом слайде. Мы дадим общую характеристику растению, поговорим о ресурсах, об ученых, которые внесли существенный вклад в изучение радиолы, об основных действующих веществах. Затем немножко коснемся и вспомним признаки классических адаптогенов и посмотрим, почему же мы радиолу относим к адаптогенам. Ну и немножко поговорим о препаратах радиолы, которые присутствуют на различных рынках. Начнем мы с общей характеристики. Ну, прежде всего, классический рисунок из наших классических отечественных книг радиола розовая. А здесь справа вы видите радиолу розовую в естественных условиях, семейство гросулация. Очень характерно для этого семейства, что они произрастают на каменистых поверхностях, на склонах гор, фактически пробиваются через камни, могут устроиться буквально везде. Ну, вот эта вот картинка как раз яркое подтверждение, как радиола может приспособиться и расти даже в, казалось бы, неблагоприятных условиях. У этого растения очень много различных названий. Золотой корень. Золотой, наверное, прежде всего это пошло от того, насколько дорого в давние времена стоило данное растение. Розовый корень более адекватно, более понятно. Дело в том, что на срезе корни корневища радиолы, ну, больше даже корни, они розоватого цвета и по запаху чем-то напоминают запах розы. Скрипун. Это название произошло от того, что если вы возьмете само растение свежее, листики его скрипят. И поскольку радиола, она вот так вот, как на этой картинке, достаточно редко встречаются одиночными растениями, чаще всего там несколько стволиков при движениях ветра они немножко поскрипывают. Ну и затем уже алтайские, тибетские названия алтын-тазыл, санксер, сансер, гиган, бугас, монгольская. По-английски это растение называется гондолрут или розырут. В немецком языке розенворц, арктикрут, поскольку это растение встречается в Арктике, ну и так далее. А все-таки классическое латинское название данного растения на настоящий момент установленное растение это Sedum Rose. Есть замечательный веб-сайт, веб-ресурс, свободный, называется ThePlantList.org где введя название растения можно найти синонимы данного растения и даже если вы введете синоним вы получите действительно действующее в настоящий момент латинское название растений, которое признано во всем мире. Если вы введете радиола Rose в поисковике данном, то вы получите, что все-таки правильное название латинское это Sedum. Ну а вот здесь вот вы видите сколько синонимов в литературе либо в различных публикациях в интернете вы можете обнаружить очень много названий для данного растения, много синонимов. В зависимости от того, откуда авторы публикуются, они зачастую используют некоторые синонимы. Вот как выглядят корни с корневищами радиолы розовой. На этой картинке, я не знаю, все зависит, конечно, от цвета передачи, возможно, не очень хорошо видно о том, что это такие светло-розовые срезы. Ну, на самом деле, они действительно светло-розовые срезы. Надо отметить, что радиолы розовые это многолетнее травянистое растение. Оно невысокое, 10-25 см, иногда чуть-чуть повыше бывают зеленая часть, надземная часть. А вот корневище у него достаточно мощное, разветвленное. Если разрезать его, то вроде как клубеньки такие вот имеются. Стебли достаточно густо покрыты листьями. Соцветия желтая, полукруглая метелка. Это очень характерно, когда радиолы цветет, ее достаточно легко обнаружить в природе. Ну и в принципе, она очень напоминает внешне молочаи. И вот если где-то кому-то из вас удастся увидеть дикую радиолу в природе, я думаю, что ее достаточно легко различить, и пользуясь картинками. Растение цветет в июне. Ближе к осени надземная часть отмирает. Корневищу нужно выкапывать из земли. Выкопать его можно практически только в том случае, если вы помните, где данное растение росло, потому что зачастую верхняя часть отмирает настолько надземная, что никаких признаков того, что в данном месте данное растение росло, может и не остаться. Особенно, если прошли достаточно сильные дожди и размыли поверхность. Где радиола розовая встречается? Ареал у нее достаточно широкий. Здесь обозначен ареал в диком виде. Вы видите, даже по побережью Гренландии, по побережью, северному побережью всех стран, встречается там. Это растение и называется арктическая радиола. В Российской Федерации она распространена на побережье Баренцево моря, Белого моря, далее на северном центральном Урале, Саяны, Алтай, на востоке доходит до Камчатки, Сахалина, Чиньшань, Памир. В Америке в северной встречается на территории Канады и немножко, буквально захватывает здесь территорию Соединенных Штатов Америки. В Европе в естественном виде она встречается в альпийских регионах Италии, Австрии. Здесь есть несколько картинок, как радиола в природе выглядит. Вот это вот растение, которое растут на берегу ручья в Лапландии. Видите, даже в такие северные широты радиола забирается. Вот очень характерно на Алтае. Один из моих коллег прислал мне эту фотографию. А вот уже выкопанное корневище в Швейцарии. Матмарк на высоте 2300 метров. Данное растение тоже растет в диком виде. Вот тоже его можно обнаружить там и собрать. С ресурсами ну, с одной стороны я показал вам ареал произрастания и, пожалуй, в северных широтах больших проблем с радиолой нет, поскольку достаточно сложно ее заготавливать на побережье морей. Не так часто там народ этим занимается. Но, тем не менее, радиола, ареал естественного обитания радиола сокращается. Прежде всего, из-за того, что вот это растение получило очень широкое распространение в использовании его в медицинских целях. Растение сейчас включено в Красную книгу Российской Федерации и очень много предприятий, фермеров появилось как в России, так и за рубежом, которые занимаются искусственным выращиванием, ну, что значит искусственным, не искусственным, пожалуй, а культивированием радиолы розовой. Разработаны целые специальные технологии культивирования. Из семян выращивают саженцы вначале в теплицах, затем их высевают в открытый грунт, вначале в теплицах, затем высевают в открытый грунт под пленку. Вот здесь уже растения двух-трехлетние, здесь всего лишь несколько месяцев растения. В некоторых северных странах, например, как в Норвегии, радиолу до сих пор, точнее, говоря, не до сих пор, а в настоящее время, выращивают в теплицах целиком, не перенося на улицу. Ну, в частности, в Норвегии есть очень известный сельскохозяйственный институт, который занимается вопросами культивирования радиола, и у них есть хорошее тепличное хозяйство, где вот таким вот образом радиола выращивается. Что же в результате культивирования? Удается ли получить такие корни, как мы видели с вами несколько слайдов назад в альпийских горах? вот вот это мой коллега из Финляндии, Бертолан Галамбози, один из известнейших в мире специалистов по культивированию радиолы, он мне прислал недавно совсем вот эту фотографию, пожалуй, это предмет его гордости, вот это корневище радиолы, одного растения, которое он вырастил на своей плантации в Миккеле, это юго-восточная Финляндия, этот регион очень близко приграничный регион к Ленинградской области, у нас было несколько проектов совместных с Бертоланом, в том числе мы изучали и радиолу, в том числе мы изучали и другие растения, и вот он мне предоставил несколько фотографий с его плантацией, вот это плантация радиолы, трех-четырехлетние растения в Финляндии, они разработали даже технологию выкапывания корней, механизировали технологию выкапывания корней корневищ, вы видите, даже на этой картинке видно, насколько крупные действительно товарные такие корни удается вырастить в северном регионе. Конечно, говорить о том, что химический состав действующих веществ радиолы, которые выращиваются в северных широтах и в южных одинаков не приходится, чуть позже я вам покажу результаты изучения химического состава и мы с вами увидим, насколько он может быть разный. А вот здесь левая фотография, это фотография, каким образом в настоящий момент радиола культивируется на Алтае. Это более южный регион, естественно, регион, из которого, собственно, радиола, можно сказать, пошла широкими шагами шагать не только по России, но по Европе и в Соединенные Штаты Америки получила очень хорошее распространение везде в мире, доказав эффективность на различных моделях, не только на моделях, но также и в результате клинического применения. Но, пожалуй, вот это вот тот регион, где лучше всего выращивать радиолы и многие западные фирмы, они буквально охотятся за семенным материалом с Алтая для того, чтобы наладить культивирование данного растения в своих регионах в европейских странах. Альтернативой к культивированию является выращивание растений инвитро в культуре клеток. Это бывает вот примерно таким образом в виде калусной ткани, если это на поверхности, либо это может быть культивирование в больших ферментерах, но, честно говоря, я пока не встречал товарной продукции на рынках каких-либо препаратов, которые были бы получены методом культуры тканей из радиолы. Больше это используется как модель для либо микроразмножения растений, как в западной теме аналогии это называется микропропагейшн, либо это используется для изучения воздействия различных факторов на растения, чтобы это все было в контролируемых условиях, не во внешней среде, а более-менее в регулируемых условиях воздействия различных стрессовых факторов на растения, каким образом это влияет на выход биологически активных веществ, как это можно затем утилизировать, перейдя на плантацию. собственно история использовать юридиолы розовые она уходит далеко-далеко корнями в прошлое впервые она описана была Педаниусом Диаскоридисом греческим ученым в материи медики между 50-ми и 70-ми годами новой эры то есть можно говорить уже смело что данному растению истории применения радиолы розовой практически уже 2000 лет, а может быть и больше поскольку более ранних источников мы не находим таким образом вот эффективность данного растения его свойства они прошли достаточно длительную историю и вот эта эффективность его свойства они подтверждены достаточно длительной историей применения и наверное это было одной из причин почему данное растение получило широкое признание в мире немного хотел бы остановиться на тех ученых которые внесли существенный вклад в изучение радиолы более или менее наши современники ну прежде всего это профессор Альберт Самойлович Саратиков который еще в 79 году в 1979 уже прошлый век издал книгу Золотой корень собственно в России изучением радиолы розовой интенсивно начались начали заниматься в 1961 году когда экспедиция коллег Альберта Самойловича на Алтае смогла добраться до этого растения алтайцы как вы помните из начала моей лекции из эпиграфа можно сказать они очень трепетно относились к данному растению старались не передавать секреты его использования старались не передавать места его произрастания опасаясь всяких наветов ну в общем будучи язычниками это достаточно понятно почему они себя так вели ну вот Альберту Самойловичу удалось каким-то образом суммировать в конце 70-х годов все данные которые были получены по изучению радиолы а растение очень интенсивно изучалось во многих российских научных заведениях которые являются институтами академии наук в учебных вузах и результатом вот этой вот кропотливой работы явилась монография которая сразу же стала одной из самых популярных монографий по индивидуальному лекарственному растению сейчас она разбита на цитаты и если если сложить наверное все вместе все ее переиздания первый раз в 79-м году затем это было в середине 80-х и даже по-моему в 2004-м году было еще одно переиздание монографии но естественно уже пополненное то это будет впечатляющее количество цитирований данной книги в целом второй человек который внес достаточно существенный вклад в популяризацию растения особенно в Северной Америке это профессор Закир Рамазанов он оригинально родился в Азербайджане и собственно оттуда он перебрался в начале 80-х годов в Соединенные Штаты Америки популяризация растений растения радиола розовая в Америке началась с того что в одной из изданий достаточно таких популярных американцы называют эти издания магазин Закир рассказал о том как он служил в Афганистане и наши солдаты использовали чай из корней радиолы розовой для поднятия физической активности для повышения физической активности ну понятно что это не просто собственно сами солдаты додумались до этого это существовала некая программа в советской армии солдаты в Афганистане мы понимаем с вами в каких тяжелейших условиях были большинство из этих ребят я знаю очень многих своих коллег друзей знакомых у меня есть которые прошли Афганистан и они мне рассказали достаточно много о том какие там условия были выживания и наверное те люди кто родился в конце 60-х мужчины они вспомнят время призыва своего в армию мы все очень опасались что нам придется служить в Афганистане собственно это было очень такое неприятное известие для всех тех кто туда попадал но тем не менее я с очень глубоким уважением отношусь ко всем тем ребятам которые прошли Афганистан которые прошли эту жесточайшую школу жизни и очень хорошо понимаю в каких условиях они там служили сам я служил на Дальнем Востоке в более можно сказать мягких условиях по сравнению с Афганистаном но тем не менее тоже понимаю насколько физические нагрузки могли быть во сколько раз они были больше и сильнее и критичнее в Афганистане конечно ребятам необходима была какая-то поддержка использовать синтетические препараты но очень эффективным оказалось радиола и вот публикация Закира он дал небольшое интервью публикация Закира она произвела взрыв в Северной Америке очень много людей стали задавать вопросы стали приходить к нему бизнесмены он будучи ученым химиком работал в одном из университетов затем он перебрался в Испанию так вот очень многие к нему приходили с вопросами о том что такое радиола расскажи нам о ней и так далее Закир принял решение что наверное это было правильное решение наверное нужно каким-то образом прежде всего переосмыслить все что было сделано в Советском Союзе и базируясь на вот монографии Альберта Самуловича Саратикова Закир начал писать небольшие такие заметки статьи для американской прессы о том как можно использовать радиолу какие у нее положительные свойства и собственно сам потом очень много занимался изучением радиолы к сожалению в 2000 году он умер и нам с ним не удалось лично встретиться мы лишь несколько раз с ним разговаривали по телефону кроме того он издал тоже монографию на английском языке популяризации которая сыграла очень важную роль в популяризации радиолы розовой в Америке ну и написал несколько достаточно значимых статей которые тоже сейчас широко цитируются чуть позже я вам расскажу об этих статьях расскажу о других американских коллегах которые тоже принимали изучение принимали участие в изучении радиолы розовой вот этот человек это в нынешнее время он является главным редактором ответственным редактором журнала файта медицин который издается издательством ильсивер Александр Георгиевич Панасян очень хороший мой знакомый друг он учился в Армении и затем перебрался в Германию в лабораторию профессора Вагнера в Мюнхен это очень лаборатория профессора Вагнера и вообще профессор Вагнер он в настоящее время считается классиком фитомедицины собственно профессор Вагнер стоял у истоков журнала фитомедицины один из известнейших европейских ученых не только в Европе но и признанных ученых в Европе в Соединенных Штатах Америки Александр Георгиевич удалось заинтересовать группу ученых в Мюнхене растениями адаптогенами в целом и я хочу сказать что вот вклад Александра Георгиевича в нынешнюю ситуацию с растениями адаптогенами в целом и ситуацию с радиолой он ну сложно его каким-либо образом оценить он просто грандиозен потому что благодаря ему ему было несколько европейских проектов благодаря усилиям вот этого человека появилось достаточно много публикаций и появилось очень много групп ученых которые стали заниматься не только радиолой но и растениями адаптогенами в настоящее время Александр Георгиевич живет в Швеции он работает в Свенского Ортодокс Медицинал Плантс институт это значит шведский Swedish Herbal институт шведский институт по изучению лекарственных растений наверное так примерно можно перевести на русский по-шведски сказал неправильно Свенско Ортмедицинска институт вот так называется институт по-шведски мы продолжаем с ним сотрудничество и если вот в нашей аудитории есть сейчас ученые которые когда-либо занимались исследованием радиолы я с удовольствием приглашаю ну будучи тоже членом редколлегии данного журнала я с удовольствием приглашаю вас подать свои материалы в журнал фитомедицины потому что сейчас мы готовим специальный выпуск журнала фитомедицины подача материалов там у нас прекращается в середине сентября на сайте журнала можно все это увидеть это будет специальный выпуск журнала фитомедицина который посвящен будет изучением радиола вопросом изучения радиолы розовой все что связано с ее использованием в клинике в эксперименте все что связано с новыми действующими веществами радиолы биологически активными веществами ну и со всеми другими аспектами и вот еще один наш современник Берталан Галамбози здесь он значительно моложе чем на той предыдущей фотографии где я вам показываю Берталана держащего корень радиолы розовой один из самых крупных корней которые ему удавалось вырастить за всю свою карьеру в Финляндии а вот здесь вот он сфотографирован еще молодой лет наверное 20 назад когда он впервые прикоснулся с трепетом прикоснулся к радиоле розовой и начал это растение размножать на своей плантации в Финляндии в Микеле вы видите вот это проращивание аккуратное проращивание в маленьких горшочках потом все это переносится на плантацию у Берталана удалось разработать очень много интереснейших технологических аспектов каким образом приспособить радиолу розовую он брал не только арктические не только лапландские образцы радиолы но и образцы из Салтая из Сибири с Дальнего Востока у него на плантации специальные существуют грядки где выращиваются вот эти вот растения он их успешно акклиматизировал использует специальные агроприемы собственно все те кто хотел бы научиться выращивать радиолу на домашнем участке участке либо если в нашей аудитории есть такие кто хотел бы заняться культивированием радиолов достаточно крупном масштабе а потребность на рынке в корнях радиолы она на сегодняшний день не покрывается никакими плантациями потребность значительно больше чем то что можно вырастить и то что можно найти на рынке я бы рекомендовал этим людям связаться с Берталаном Голомбозе достаточно в любом нашем поисковике типа гугла вести Берталан Голомбозе вы увидите контактные детали этого человека он с удовольствием делится своим опытом с удовольствием консультирует я знаю что он приезжал и на Алтай он приезжал и в другие регионы России в Тульской области в частности в других регионах где начали сейчас культивирование в промышленных масштабах радиолы дает очень ценные важные консультации советы каким образом данное растение можно выращивать чтобы получить хорошие результаты по его плодородности и затем чтобы получить высокий уровень биологически активных веществ в растении ну и вот пожалуй та статья которая немного подводила итоги американской популяризации радиолы радиола розе фотохимикал овервью с авторами этой статьей является профессор Браун один из известнейших профессоров которые заняты изучением лекарственных растений в северной северной америки сейчас он уже достаточно очень возрастной человек ему уже много лет на пенсии но он такой всеми признанный в северной америки авторитет и любая публикация которая выходит из-под его пера фактически она как у нас принято в некоторых журналах писать статьи академиков не рецензируется ну наверное вот профессора Брауна любое высказывание но ловится на лету и имеет очень высокий вес таким образом вот после данной публикации радиола начала широко шагать по Америке вы видите вот здесь фотографию это начало культивирования радиолы в северной Америке сейчас очень много мест в северной Америке где она культивируется ну и чтобы подогреть ваш интерес я еще покажу динамику каким образом изучалась радиола в научной среде здесь уже можно сказать новые публикации которые ну хорошо вот здесь вот 1960 год когда только в 61 году первые публикации стали появляться и надо сказать что они на английский язык не переводились поэтому в базах данных международных они особо сильно не реферировались тем не менее вот здесь есть две линии два графика которые показывают количество публикаций в российской литературе и количество публикаций в базе данных медлайн вот вы видите всплеск публикаций как раз после 2005 года это как раз когда прошла публикация даже где-то в 2003 году как раз прошла публикация профессора Брауна о радиоле розовой и затем я вот перенес уже динамику буквально на днях проанализировал базы данных с КАПУС что происходит с количеством публикаций ну вот здесь вот было 35 публикаций зареферированных в течение 2010 года начиная с 2011 тенденция тоже так сохранялась достаточно неплохо с некоторым понижением в 2014 году здесь вот начало года у нас пока еще нет большого количества публикаций но вернувшись к тому что я вам сказал что готовят специальный выпуск журнала файта медицины я думаю что мы там соберем не менее 20 статей по крайней мере мы внесем свой вклад в течение количества публикаций радиолу розовую в этом году ну и кроме нас группа ученых из Китая Кореи Америки Европа они тоже не дремлят и я думаю что вот этот столбец он существенно повысится к концу года если же мы введем радиолу розовую в любимый поисковик гугл вы видите что здесь более 7000 при том это не просто гугл это гугл академия гугл сайенс то есть там где реферируются статьи о радиоле розовой в научных каких-то изданиях вот видите 7400 с лишним публикаций выдает этот поисковик это еще одно подтверждение о том насколько радиола розовая интересно насколько это растение популярно и насколько много идет разговоров и различных исследований вокруг радиолы розовой в различнейших странах мира что же с радиолой розовой какова ситуация у нас в Российской Федерации прежде всего нас интересует этот вопрос ситуация следующая экстракт радиолы розовой с 1966 года разрешен для медицинского применения в Российской Федерации я не ошибусь наверное если скажу что в любой аптеке на настоящий момент можно купить экстракт радиолы корни с корневищами радиолы как исходное сырье включено в государственную фармакопию союз советских социалистических республик а до настоящего времени в Российской Федерации еще с 1990 года издание мы следуем именно государственную фармакопию СССР идет много разговоров о том что пора бы нам уже запустить фармакопию Российской Федерации ну пока это еще на уровне разговоров никакого обновленного тома никакого обновленного обновленной редакции государственной фармакопии Российской Федерации в настоящий момент нет в статье 75 данной государственной фармакопии мы как раз увидим с вами корневища и корни радиолы розовой там описана характеристика сырья идентификация каким образом идентифицируется данное сырье чтобы рассматриваться как лекарственное растительное сырье требования к ее стандартизации а также определено применение радиолы розовой что за рубежом за рубежом в Европейском Союзе принято Community Herbal Monograph on радиолы розе то есть принята монография европейским медицинским агентством которые разрешают применение радиолы розовой в качестве медицинского средства во всех европейских странах кстати вот здесь видно название еще дополнительное название радиолы в каждой из европейских стран где таковое имеется которое отличается от латинского названия таким образом радиола разрешено разрешено для применения медицинских целях во всем Европейском Союзе это еще один резон для наших отечественных производителей выбраться на европейский рынок со своими препаратами радиолы которые у нас достаточно высококачественные если сырье используется отечественное выращенное в контролируемых условиях на наших плантациях очень легко можно выйти на европейский рынок нет необходимости проводить никакие дополнительные клинические испытания а у нас в настоящий момент все время идут разговоры о том что вот отечественные лекарственные препараты на западных рынках никак не представлены и прежде всего линитирующим фактором здесь является то что нужно подтвердить клиническую эффективность любого лекарственного препарата который мы хотим вывести на европейский рынок если этот препарат там никогда не существовал то вот что касается радиола розовой здесь очень облегченная схема регистрации честно говоря я не очень понимаю почему наши отечественные производители еще не добежали до европейского рынка я вам покажу чуть позже сколько различных продуктов на европейском рынке с радиолой можно встретить ну и перейдем к тому что достаточно с одной стороны это может казаться очень интересным для специалистов ну с другой стороны я не знаю насколько аудитория наша специализирована но тем не менее я хотел бы остановиться на некоторых биологически активных веществах которые известны в радиоле в настоящий момент более 140 индивидуальных соединений идентифицированы в радиоле розовой и они в большей или меньшей мере активность данных соединений изучена вот вот эта группа на первом слайде это в основном терпеновые производные часть из них летучие которые придают аромат данному растению как например гераниол часть из этих растений не летучие представляют собой гликозиды как например разрядим либо его производные либо радиолазит а либо здесь рода цианазит встречаются и цианазиты в радиоле розовой вторая большая группа это группа фенил филтоноидов я пытался найти русский аналог перевод данного термина его нет у нас как-то не используется фенилпропаноиды да используется и гликозиды фенилпропаноидов и вот здесь вот позвольте обратить ваше внимание на солидрозит либо второе название данное вещество радиолазит я чуть позже вам расскажу почему это важно но просто запомним вот это название солидрозит радиолазит второе очень интересное соединение это розин третье соединение розовин и еще есть вот это вот соединение тритерпеновый спирт цинамовый спирт и теразол наверное по-русски это будет более правильно сказать не цинамовый спирт а коричневый спирт и теразол следующая группа это проантоцианидин и производная галловой кислоты это большая группа танинов если кто-либо из вас попробует а может быть уже пробовал разжевать корень радиолы розовой вы почувствуете существенный такой таниновый привкус танинов очень много в радиоле структуры у них очень интересные в настоящий момент очень много внимания уделяется проантоцианидин и различным таниновым веществам потому что открываются все новые и новые эффекты данных соединений в том числе и различные противовирусные эффекты мы знаем на сегодняшний момент вновь всплеск ситуации с вирусными коронавирусом в Корее до этого у нас был птичий грипп до этого у нас были другие вирусные респираторные заболевания противовирусные свойства они очень интересны и по радиоле уже появилось несколько первых публикаций о противовирусном действии и как раз это противовирусное действие радиолы связывается с таниновыми веществами ну и еще одна группа интересная флаволигнаны и арилгликозиды у данного растения здесь очень широко таких известных соединений которые были хорошо изучены пожалуй я не могу отметить но вот на следующем слайде у нас флавоноиды вот здесь вот уже их иногда называют биофлавоноидами флавоноидами вот здесь очень много известных веществ производные кверцетина здесь мы встретим производные токсифалина ну и других флавоноидов то есть радиола богатый источник очень широкого спектра биологически активных веществ что о стандартизации когда мы говорим о каком-то лекарственном растении то сразу же встает вопрос о том каким образом имеет такой широченный набор биологически активных веществ при том эти вещества из различных групп каким образом выбрать те ключевые компоненты по которым необходимо будет стандартизировать данное растение почему важен вопрос стандартизации сейчас очень много пошло разговоров и вот буквально я в апреле этого года был на конференции в Америке в Оксфорде они там проводят ежегодные конференции по лекарственным растениям даже скандал дошел до Нью-Йорк Таймс о том каким образом в Ботаниклс а в Америке все лекарственные препараты растительного происхождения называются Ботаниклс каким образом в Ботаниклс подмешивают синтетические вещества Американцы они помешаны в настоящий момент на всем натуральном Ботаниклс это считается натуральный препарат то есть препарат растительного происхождения и там не должно быть никаких синтетических примесей Так вот когда выбирается какое-то вещество для стандартизации то тут же начинается ресинтез этого вещества и очень часто препараты начинают загрязняться американцы даже ввели такой термин Adulteration Так вот Ботаниклс они загрязняются синтетическими веществами и зачастую чтобы повысить эффективность а ведь считается раз данное вещество выбрано для стандартизации то наверное это вещество одно из самых эффективных ну и недобросовестные производители чтобы увеличить эффективность начинают подмешивать данное вещество в препараты в Ботаниклс в биологически активные добавки ну считая что таким образом они повышают его биологическую эффективность фармакологическую эффективность препарата либо добавки ну и плюс если рынок сырья он ограничен то вы понимаете что можно там закупить этого экстракта один килограмм затем закупить вещества синтетического по которому идет стандартизация еще один килограмм ну и так немножко разводя экстракт натуральный добавляя в него ключевое вещество по которому идет стандартизация вроде как с точки зрения контролирующих органов вы будете удовлетворять целиком и полностью требованием нормативной документации вещество по которому идет стандартизация в необходимом количестве находится а дальше уже что там сколько там настоящего экстракта радиолы это уже никто не контролирует мне в данном аспекте вспоминается такая история значит один немецкий ресторатор кичился своим рестораном тем что он делал несравненного вкуса и несравненного качества паштет из печени зайцев и в его ресторан со всей Германии съезжались люди пробовать этот паштет и никто практически не задумывался о том а сколько же зайцев нужно для того чтобы производить такое огромное количество паштетов и вот однажды один из корреспондентов задал ему вопрос слушай ну вот ты каждый день продаешь вот этого паштета безумное количество порций у тебя все приезжают все заказывают этот паштет особенно по выходным где ты берешь столько зайцев ну видимо это был хороший знакомый ресторатор ресторатор так слегка смутившись ну сказал ну ты знаешь я так маленько разбавляю его один к десяти то есть я беру куриную печень ну и потом разбавляю ее вот этой зайчей ну вот собственно аналогичная история происходит на нашем к сожалению на фармацевтическом рынке когда зная действующие вещества недобросовестные производители они разбавляют синтетическими веществами настоящие натуральные экстракты и стараются таким образом повысить количество продукции которые они выпускают повысить свою прибыль но тем не менее никуда нам не деться стандартизировать лекарственные растения каким-то образом нужно и стандартизации ученые работают как раз вот над теми вопросами то есть мы получается с разных сторон границы между производителями и учеными разработчиками когда мы разрабатываем какое-то новое лекарственное средство какой-то новый экстракт мы всегда думаем о том чтобы обеспечить эффективность данного препарата а производитель он всегда думает как бы извлечь больше прибыли тут вот столкновение интересов происходит мы все время думаем над тем какие бы методы стандартизации внести таким образом чтобы защитить потребителя от недобросовестного производителя производителя они тщательно изучают методы нашей стандартизации которые мы предлагаем не только для того чтобы обеспечивать действительно качество продукции но вот и к сожалению встречаются недобросовестные люди которые каким-то образом там пытаются вилять юлить и вот занимаются как раз этим вот адюлтерейшн да таким образом еще занимаются что вот вызывают скандалы после публикации в Нью-Йорк Таймс в Америке кстати в этом году было прямо даже специальная сессия посвящена вопросам вот этой адюлтерейшн и разбиралась вот эта вот статья в Нью-Йорк Таймс и все очень живо обсуждали ученые предлагая каким-то образом защитить потребителя чтобы вот обеспечить его тем качественным продуктом тем качественным препаратом который был разработан ученые ну ладно вернемся сейчас к вопросу стандартизации радиолы вот в USP американской фармакопеи существуют специальные подразделения Herbal Medicinal Compendium где они разрабатывают и вносят методы стандартизации Botanicals которые используются затем в Botanicals и вот в частности с радиолой выбрано два компонента согласно Herbal Medicinal Compendium USP розовин и розарин помните структуру я чуть ранее вам показывал обращал внимание на данные соединения вот этих два соединения на тонкослойной форматографии а дальше идут экстракты различных образцов радиолы видите все они в одной концентрации это коммерческие образцы и вот смотрите да розовин и розарин присутствуют во всех изученных образцах правда количество их даже визуально видно что очень разное а вот спектр других биологически активных веществ он смотрите как разница например вот в этом пятом шестом образце и в четвертом вот здесь вот пример хроматограммы высокоэффективной жидкостной хроматографии давайте с вами обратим внимание на те вещества которые выбраны при стандартизации методом высокоэффективной жидкостной хроматографии то что мы с вами видим вот эта вот картинка ну и собственно предыдущая в английской терминологии называется fingerprint все больше и больше этот термин входит в нашу отечественную терминологию ну мы можем перевести его как отпечатки пальцев и таким образом я веду к чему я веду к тому что стандартизацию нужно действующих веществ особенно в случае природных препаратов в частности лекарственных растений производить прежде всего вот по этому отпечатку пальцев то есть мы должны с вами видеть профиль хроматограммы мы должны видеть с вами ключевые вещества и не одно а несколько а еще важный аспект мы должны видеть с вами соотношение этих веществ вот например высота пика это можно говорить условно так концентрация относительная концентрация данного вещества и данного то есть мы должны понимать что в нашем препарате если это натуральный препарат то должны встречаться все вот эти вот он солидрозит наш любимый вот теразол другие вещества розинрозовин так вот должны не просто присутствовать эти вещества но эти вещества должны еще присутствовать в относительно таком количестве собственно как американцы это выявили что в природных экстрактах появились примеси они очень просто посчитали содержание действующего вещества данного конкретного в каком-то растительном экстракте коммерческом а затем посчитали сколько килограмм растительного сырья нужно было переработать чтобы обеспечить партию данного препарата и оказалось что этого сырья просто не было продано на американском рынке столько и ну не просто сырья а даже не было везено столько экстракта то есть вот здесь произошел такой грандиозный конфуз что стало всем очевидно что действительно что-то подмешали потому что невозможно было переработать сырья которого не было на нашем рынке чтобы обеспечить вот такое количество препарата действительно натурального препарата на рынке тут же сразу приходит в голову история с грузинскими винами когда запрещали эти грузинские вина в результате вот конфликта который произошел в Южной Осетии и Абхазии ну это был политическая подоплека а фактическая подоплека была в том что когда посчитали количество грузинского вина проданного в Российской Федерации стало понятно что столько винограда не было выращено в Грузии в течение нескольких сезонов и таким образом если бы вот это весь виноград который выращивался в Грузии был бы переработан за несколько лет то за один год в России было значительно больше продано под названием грузинских вин вот именно вот этих вот вин из Грузии да аналогичная ситуация в Америке вот как она всплыла с загрязнением природных препаратов ну так вот вот этот фингерпринт что важно понимать что должен быть такой фингерпринт и если мы берем природный препарат с рынка мы должны увидеть картинку в результате хроматографического анализа примерно такую же при том фиксируется условие каким образом это делается вот здесь вот я еще привел небольшое такое примечание что в биологически активных добавках в США идет стандартизация по двум компонентам должно быть розовина не менее трех процентов и солидразида не менее одного процента ну и их соотношение видите уже здесь вот подоплека соотношение уже данных компонентов есть но пока еще двух компонентов пока еще дальше стандартизация не прошла к сожалению в нашей фармакопее все значительно проще у нас по требованиям фармакопейной статьи фармакопе СССР содержание стандартизации ведется всего лишь по одному веществу это вещество солидразид помните обращал ваше внимание вот сейчас бывает зачем нам это нужно стандартизация идет по данному веществу и количество солидразида в экстракте должно быть от 0,5 до 0,8 процентов согласно требованиям фармакопейной статьи которые в настоящий момент действуют уже я могу сказать что достижение что мы установили интервал в котором должно быть содержание солидразида потому что в начальных вариантах содержание должно было быть не менее 0,5 а дальше уж сколько там производитель нафантазирует ну вот сейчас это зафиксировано по крайней мере мы ждем что будет какой-то следующий шаг и что все-таки мы более конкретно будем стандартизировать радиолу и препарат радиолы розовый мне бы очень хотелось видеть вот этот вот фингерпринт мне бы очень хотелось видеть соотношение биологически активных веществ в экстракте ну здесь встречается с одной стороны я говорю что мы ученые хотим защитить производителя и хотим действительно показать что продукт качественный работает хорошо с другой стороны сталкиваемся с интересами рынка теперь результаты наших собственных экспериментов я вам говорил что у нас было несколько проектов с финскими коллегами и мы тоже пробовали стандартизировать ну точнее говоря не стандартизировать а мы пробовали разработать некие критерии качества все это было связано с тем чтобы каким образом оценивать эффективность экспериментов по культивированию по климатизации радиолы розовой в северных широтах в Финляндии в юго-восточной Финляндии так вот мы брали несколько образцов корневищ радиолы они действительно брались из места обитания в частности вот этот вот первый образец это был алтайская радиола затем мы брали уральскую радиолу брали сибирские образцы радиола вот это вот арктическая радиола с побережья Белого моря затем мы брали несколько финских образцов которые тоже были разного происхождения мы провели стандартизацию точнее говоря мы провели анализ по шести биологически активным веществам включая и солидоразит но я решил на данном слайде просто вам показать на примере розовина как это происходит вот видите один из образцов который культивировался в Финляндии он действительно оказался очень интересным очень эффективным удалось воспроизвести условия произрастания нашему коллеге Бертолану Галамбозе и фактически он был сравним по содержанию розовина с алтайской радиолой видите вот это я могу сказать что это уже сейчас предмет гордости этот сорт это предмет гордости нашего финского коллеги и когда вот он кому-то предлагает посевной материал то вот это один из самых дорогих семена вот этого вида растения вот этого сорта они одни из самых дорогих ну чтобы не быть голословным что мы по многим показателям изучали радиол вот я вам покажу более конкретно смотрите здесь даже подписаны некоторые образцы итальянские норвежские алтайские и несколько образцов финских вот один из ключевых компонентов который как вы помните используется в Америке розовин что происходит с этим гликозидом в алтайской радиоле в зависимости от года немножко это играло но не очень много образцов которые отвечали таким же требованиям это был немножко другой эксперимент по сравнению с предыдущим здесь нет такого вот финского образца который по розовинам бы превосходил другие здесь достаточно качественные образцы оказались в итальянских альпах один образец в итальянских альпах затем мы проанализировали в общей сложности 136 образцов я показываю только здесь самое окончание таблицы вот я вам показывал на предыдущих слайдах как культивируют радиолу в норвегии в теплицах так вот в норвегии есть в небольшом городишке специальный аграрный институт который занимается выращиванием лекарственных растений и они содержат очень большую коллекцию радиол вообще норвегии молодцы они вопросами семеноводства очень сильно озадачены и для них это очень важный аспект сохранения видового разнообразия так вот очень отрадно нам было получить от них вот эту вот работу когда мы проанализировали 136 различных образцов по пяти параметрам норвегии к сожалению не поделились с нами информацией что за сорт они просто пронумеровали каждый из образцов но тем не менее мы с вами очень четко можем видеть насколько разная концентрация действующих веществ даже в различных сортах которые выращиваются поддерживаются в коллекции вот видите в одной стране на одной плантации можно сказать ну и теперь давайте все-таки перейдем к самому главному обсуждению радиола это адаптоген или нет и вспомним немножко из нашей предыдущей лекции тезисы признаки классических адаптогенов которые были предложены профессором израилем брехманом я коротенько на них остановлюсь поскольку предыдущие лекции мы достаточно подробно их рассматривали значит первый адаптоген должен быть совершенно безвредным для организма обладать большой широтой терапевтического действия вызвать минимальное вызывать минимальные сдвиги в нормальных функциях организма или вовсе их не вызывать и проявлять свое адаптогенное действие только на соответствующем фоне действие адаптогенов должно быть не специфично в том смысле что должна повышаться сопротивляемость к вредному влиянию весьма широкого набора факторов физической химической и биологической природы и еще два признака выработанных профессором брехманом действие адаптогена должно быть тем более выражено чем более глубокие неблагоприятные сдвиги в организме и адаптоген должен обладать нормализирующим действием независимо от направленности предшествующих сдвигов европейское медицинское агентство в свою очередь в 2008 году опубликовало такой документ который называется Reflection Paper on Adaptive Concept мне посчастливилось быть одним из соавторов данного документа вместе с моими коллегами вот профессор Панасян из Швеции который принимал активное обсуждение в данном проекте и в результате вот этого обсуждения документа в Reflection Paper зафиксированы следующие признаки адаптогенов это уже можно сказать уточнение того что было сделано профессором брехманом в свое время и то что на сегодняшний момент более или менее принято во всей Европе и так адаптоген практически нетоксичен для пациента это очень важный признак адаптоген обладает неспецифическим фармакологическим действием увеличивает устойчивость организма к широкому спектру неблагоприятных биологических химических и физических факторов адаптоген является регулятором с нормализирующим эффектом на различные органы и системы организма и чем глубже патологические изменения в организме тем выраженнее эффект адаптогена ну давайте теперь более детально посмотрим радиола она собственно как вот отвечает вот этим требованиям которые предъявляются к адаптогенам первое токсичность мы смотрим адаптоген практически не токсичен для пациента в начале результаты исследований на животных ну как и положено любое новое фармакически активное вещество любая новая субстанция она проходит испытания на животных так вот экстракты радиолы нетоксичны в экспериментах на крысах в дозе до 6 грамм на килограмм массы тела в день это достаточно высокая вам скажу доза больше просто в крысу в день не ввести таким образом мы подтверждаем что он нетоксичен LD50 то есть это доза при которой 50 животных 50% животных погибает здесь было проведено изучение экстракта жидкого и установлено что это было 50 миллилитров на килограмм 50 миллилитров на килограмм да вы представляете сколько какая-то доза на человека это ну я не знаю очень много нужно выпить экстракта чтобы увидеть какие-то токсические проявления либо при подкожном введении от 25 до 32 миллилитров на килограмм на мышах и на крысах что касается других животных кроликов введение экстракта радиолы розовый миллилитр на килограмм или солидразит 20 миллиграмм на килограмм солидразит это вот то вещество по которому стандартизация ведется в Российской Федерации в течение 14 дней не вызывает видимых изменений если здесь выше данные были при однократном приеме здесь уже курсовой прием в течение 14 дней естественно меньшие дозы принимаются никаких отрицательных изменений не было зафиксировано затем уже пошли результаты клинических испытаний ну здесь уже говорим о более-менее стандартизированном экстракте радиолы SHR5 это один из самых известных и таких признанных в Европе и в Америке стандартизированных экстрактов радиолы так вот на пациентах после 28-дневного лечения стандартизированным экстрактом в дозе 567 миллиграмм в день никаких отрицательных эффектов не зарегистрировано при том это был рандомизированный двойной слепой плацебо контролированный критический эксперимент клинический эксперимент это то что требуется в соответствии с современными правилами good clinical praxis то что признается во всем мире кроме того стандартизированный экстракт использовался в течение 6 недель на пациентах с легкой умеренной степенью депрессии использовался в дозах 340 или 680 миллиграмм в день это еще более длительный срок применения и опять никаких отрезательных эффектов во время клинического испытания стандартизированного экстракта отмечено не было таким образом полнейшее подтверждение тезиса о нетоксичности данного растения для пациентов мы с вами находим в литературных источниках что дальше адаптоген обладает неспецифическим фармакологическим действием увеличивает устойчивость организма к широкому спектру неблагоприятных биохимических и химических и физических факторов вот собственно прежде всего подтверждение данного тезиса мы находим в традиционной медицине в традиционной медицине алтая подземная часть радиола применяется как средство снимающую усталость и повышающую родоспособность еще до сих пор алтайские чабаны охотники во время трудных переходов готовят чай из радиолы используя ее в качестве заварки ну и тут же вспоминаем о том что я вам говорил историю Закира Рамазанова и наших солдат в Афганистане они тоже получали чай из радиолы розовой с другой стороны еще в начале 20 века где-то в 30-х годах знаток нашей народной медицины Сибири Леонид Аполлонович Уткин он указывал в одной из своих работ что золотой корень алтайцы используют при переутомлении для лечения малокровия импотенции заболевания желудка нервной системы и в принципе вот главным образом для того чтобы вообще быть здоровым вот это результат этнофармакологического исследования результат опроса не просто там одного двух человек знахаря это был результат широкого опроса широкого спектра жителей Алтая ну поскольку радиола как считается в Российской Федерации ее применение в России пошло именно с Алтая это было очень важно сделать работу вот вы видите что насколько широка насколько широк диапазон насколько не специфичны фармакологическое действие которое отмечается в народной медицине что же в официальной медицине а вот далеко не полный спектр перечень тех эффектов которые подтверждены различными экспериментами в научной литературе ну антиоксиданты кардио кардиопротективные стресс протективные повышение сексуальной активности повышение концентрации внимания работоспособности выносливости при высоких нагрузках улучшение психического состояния социальной адаптации улучшение аппетита ну и в целом повышение качества жизни но я еще вам говорил о том что вот в недавних публикациях появились сведения о противовирусном действии данного препарата препаратов радиолы экстрактов радиолы и так далее и тому подобное я думаю что говорить очень много об антиоксидантном эффекте радиола не стоит антиоксиданты на сегодняшний день настолько раскрученная тема и честно говоря как-то она больше ушла в тему биологически активных добавок у нас как не посмотришь какую-нибудь биологически активную добавку на рынке обязательно антиоксидантное свойство будет описано в принципе это очень важный эффект для любого лекарственного средства поскольку оксидативный стресс он сопровождает любое заболевание поэтому если у любого лекарственного средства имеется антиоксидантный эффект это можно сказать как такой базовый эффект который при любом заболевании будет расцениваться положительно и который необходимо учитывать при разработке любого лекарственного средства если антиоксидантный эффект есть у данного вещества либо у экстракта это очень хорошо но я не буду долго разговаривать про антиоксиданты поскольку не самый главный эффект который является атрибутом радиолы розовой антиоксидантный эффект этот эффект встречается и у зеленого чая и практически я вам скажу так что вот в тех журналах в которых я являюсь членом редколлегии либо ответственным редактором у нас существует такой принцип что в настоящий момент мы не принимаем публикации научные в которых изучаются антиоксидантные свойства того или иного растения пусть даже это растение в случае Джернолфитно фармакологи это вообще новое растение которое там пришло из какого-нибудь отдаленного региона труднодоступного региона Азии либо Южной Америки либо Африки само по себе антиоксидантные само по себе антиоксидантные свойства они присущи всем абсолютно всем лекарственным растениям в большей или меньшей степени и научная ценность просто антиоксидантного эффекта она незначительна более интересны другие эффекты ну в частности а да прежде чем мы перейдем к обсуждению я вот здесь еще один слайд добавил это вот профессор Браун под его авторством в 2005 году была издана в Северной Америке вот такая вот книга Радиола Революшн и подтверждение того насколько широк спектр фармакологической активности радиолы вот здесь вот я привел только выдержку фотографию оглавления где вы видите какие фармакологические эффекты приписываются радиоле и какие признаны в Соединенных Штатах Америки то есть мы здесь видим что обновите ваши мозги максимальная физиологическая работоспособность стресс действует на кровь на систему кровотворения расширяет сексуальную активность восстанавливает гормональный баланс ну и все 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 смотрите это вот как раз все говорит о том насколько что классический адаптоген он не специфическое фармакологическое действие оказывает нельзя выделить какой-то один эффект почему это растение является адаптогеном адаптогеном оно является именно тогда когда оно оказывает не специфическое действие вот на столь широкий спектр различных нарушений которые происходят в нашем организме так вот вернемся к кардиопродакторному эффекту я извиняюсь что слайд здесь по-английски но я вам сейчас очень быстренько все переведу для тех кто не очень хорошо владеет английским что же здесь значит смотрите красным выделены те эффекты которые являются положительными которые оказывают радиола на нашу сердечно-сосудистую систему и вот во время эмоционального и физического стресса что у нас происходит у нас страдают значит у нас страдают гормоны надпочечника и собственно сами надпочечники у нас страдает сердце и в результате вот стресса у нас есть риск тахикардии и аритмии а в случае гормонов коренопочечников выпуск гормонов и в частности выпуск эпинефрина и норэпинефрина что с симпатической парасимпатической системой в случае стресса происходит смещение в сторону парасимпатической системы подавления симпатической системы и стимуляция парасимпатической системы а адаптогены они как работают и в частности радиола она улучшает стабилизирует я бы сказал так нестабильность сердечного ритма и она повышает эффективность утилизации энергии и утилизации резервов энергетических а кроме того есть прямой эффект радиола розовой на сердце значит нейротрансмиттеры они у нас понижают содержание норэфедрина и дофамина а адаптогены в частности радиола повышает продукцию клеточной энергии внутриклеточной энергии увеличивается энергетический баланс клетки смещается увеличивается продукция АТФ увеличивается концентрация креатин фосфата и снижается концентрация цикла аденозин вонофосфата что касается сексуальной активности здесь результаты двух клинических испытаний представлены первое эксперимент 35 пациентов страдающих слабой эрекцией преждевременным семи извержением либо сочетанием данных негативных признаков пациенты страдали заболеванием от 1 до 20 лет и в результате подавляющее большинство больных отмечали еще то есть сопутствующие подавляющее большинство больных отмечали повышенную раздражительность возбудимость плохой сон потливость или быстрая утомляемость вот экстракт радиола принимали по 10-15 капель это вот тот самый фармакопейный экстракт радиола который у нас разрешен для медицинского применения в течение трех месяцев и 26 больных из 35 подавляющее большинство отметили значительное улучшение половой функции нормализацию сокопредстательной железы увеличивалось количество лецитиновых зерен повышалось содержание 17 кетостероидов в моче то есть мы здесь видим что положительное влияние на сексуальную активность было зафиксировано я не буду приводить все публикации я просто привожу здесь наиболее типичные примеры в своей презентации вот ссылка на любимую монографию Саратикова это уже 87 года издания в более позднее 2004 вы найдете еще дополнительное подтверждение эффективности радиола в данном случае теперь стресс протективный эффект ну это достаточно сложная система давайте попробуем в ней разобраться у нас еще есть несколько минут схема опять на английском языке взял я ее из одной из последних публикаций в нашем любимом жмонале файта медицина в 2013 году профессор Панасян вместе с американскими коллегами опубликовал такую статью фактически это попытка объяснения механизмов действия механизм одного из механизмов действия адаптогенов но это один из достаточно можно сказать таких ключевых механизмов действия поскольку если нам удается защитить организм от стресса очень многие заболевания они носят в своем корне вот этот вот стресс когда нам удается защитить организм от стресса у нас наблюдается очень много положительных эффектов очень много положительных тенденций на процесс выздоровления и так некоторые биохимические аспекты которые будут изображены на данном слайде стресс вызывает высвобождение кортикотропин релизинг гормона crh из гипоталамуса с последующим высвобождением адренокортикотропного гормонов которые здесь обозначен и си т.е. который стимулирует выпуск гормонов надпочечников и нейропептида вай вот нейропептид вай он в настоящий момент считается одним из таких я бы сказал маркеров стресса и влияние вот на этот нейропептид она расценивается как одним из важных аспектов эффекта адаптогенов это все происходит для мобилизации энергетических ресурсов и борьбы со стрессом обратное регулирование инициируется высвобождением кортизола из коры надпочечников и с последующим связыванием с рецепторами глюкокортикоидов этот сигнал останавливает дальнейшее высвобождение гормонов мозга понижает стресс индуцированное увеличение кортизола до нормального уровня мы понимаем что стресс он непременно атрибут нашей жизни и собственно как считается короткий мягкий стресс он имеет важное значение из него собственно существование живого организма было бы невозможно в то же время так называемый тяжелый стресс или перегрузки и стресс вот вот это вот то чего стоит нам опасаться и стоит опасаться почему потому что он связан с вас не с мощнейшим высвобождением свободных радикалов в том числе оксида азота а вот чем это плохо это плохо тем что при повышении концентрации оксида азота ингибируется образе образование а т.ф. но соответственно а т.ф. источник энергетических энергетический ресурс организма если синтез снижается то сразу ухудшается все функции организма затем стресс активированные протеин киназы вот здесь вот их целая группа значит сапк джинкей киназа мап киназа они тормозят освобождение глюкокортикоидов и уровень кортизола в крови остается высоким при усталости депрессии нарушение памяти таким образом это влияет на способность концентрации и на приспособляемость к стрессовым условиям что же делают адаптогены адаптогены нормализуют стресс индуцированный повышенный уровень кортизола то есть понижают уровень кортизола таким образом происходит снижение повышенного уровня оксида азота происходит снижение сапкиназы посредством повышения экспрессии нейропептида y и таким образом происходит снижение оксида азота синтез а тф не подавляется больше и фактически вот нормализующие функция на энергетический обмен в данном случае фиксируется высвобожденный хит-шок протеин 70 hsp 70 является эндогенным сигналом опасности и он играет важную роль в иммунной стимуляции а высвобожденный нейропептид y играет решающую роль в гипоталамо гипофизарно-адреналовой оси и поддерживает баланс энергии кроме того хит-шок протеин 70 ингибирует фокса транскрипционный фактор играет важную роль в адаптации к стрессу и выживаемости достаточно много тут научных различных факторов вот эти вот логические пути вносят свой вклад в адаптогенные эффекты и как считается вот на настоящий момент именно вот такое вот принято объяснение эффективности стресс протективной активности адаптогенов что же эксперименте клиническом зафиксировано было стресс протективный эффект значит для профилактики декомпенсации по стеническому типу 27 практически здоровых студентов врачей и научных работников получали жидкий экстракт радиолы получали они естественно ну как вы понимаете выбор группы не случайно студенты особенно в период сессии врачи научные работники тоже подвержены достаточно мощным стрессовым нагрузкам так вот они получали экстракт радиолы по пять-десять капель утром или днем в течение двух-трех недель и это все происходило в профилактическом виде то есть принимали не во время уже физически стрессовых нагрузок но принимали до сессии в данном случае ну врачи там до дежурства научные работники до какого-то крупного научного события которому они готовили там научный отчет или что-то такое в результате у всех пациентов зафиксировано предотвращение стенической декомпенсации при работе то есть все отмечали что они смогли могли достаточно хорошо концентрироваться на работе они не чувствовали умственного переутомления в другом эксперименте сто двадцать восемь человек участвовали это были пациенты это уже были больные с выраженными стеническими состояниями различного генеза в достаточно широком возрастном диапазоне в результате лечения экстрактом радиолы по той же схеме но только это было уже лечебный прием естественно не профилактические принимали точно в такой же дозе в течение двух-трех недель и вот из 128 человек у 64 процентов пациентов отмечалось значительное смягчение или поздно полное исчезновение клинических проявлений астенического синдрома то есть уходила вот эта вот общая слабость повышалась работоспособность каким-то образом вот это это не просто каким-то образом а были проведены эксперименты по тестированию памяти отмечалось снижение раздражительности головной боли ну и в общем субъективные условия субъективное улучшение также отмечались очень многими пациентами в данном эксперименте что касается контракт концентрации внимания существует специальный корректурный тест по таблице анфимова который проводился на группе довольцев студентов значит суть теста в том что в течение определенного времени нужно было откорректировать грамматические ошибки экстракт радиолы и солидразит индивидуальное вещество в данном случае оказывали четко стимулирующее влияние на умственную деятельность покажется что вот эти вот эффекты вот в частности через час после приема препаратов отмечалось что количество прокорректированных знаков увеличилось на 5 7 процентов а количество ошибок снижалось на 3 2 4 6 процентов казалось бы вот эти вот эффекта они не очень существенные да небольшое снижение процента но если учесть что существует такие у нас профессии где стоимость ошибки очень высока то например вот снижение ошибки людей которые ответственные за диспетчеров частности диспетчеров в аэропортах снижение такой возможности их ошибки на 5 7 процентов это стоит понимаете жизни очень многих людей но то же самое касается пилотов и так далее на пилотах и на вот сотрудниках аэропортов тоже проводились испытания адаптогеновые тоже в частности радиола ну опять же я вас буду призывать за более детальной информации обратиться к монографии саратикова с авторами восемьдесят седьмого или 2004 года издание там вы увидите много подобных примеров на вот людях которые занимаются различной профессиональной деятельностью что касается нагрузок вот повышение способности выносливости при высоких нагрузках электро велотрап чтобы я хотел здесь отметить вот экстракт радиола 15 капель принимался 28 пациентов принимало участие мы видим что максимальная интенсивность если если была нагрузка максимальной интенсивности то выполнение работы то есть нужно было с максимальной нагрузкой вращать колеса условно говоря велосипеда подвешенного с определенной нагрузкой после приема радиолы длительность вот этой нагрузки возрастала на два процента в сравнении с контролем если было утомление либо то есть если не было утомления если предыдущие в предыдущем случае подопытные люди не принимали участие в эксперименте если же уже было накоплено усталость то выполнение работы длительность выполнения работы увеличилась на девять процентов вот в случае спортивных соревнований это крайне важно мы совсем недавно организовывали клинические испытания проводили клиническое испытание нового кандидата водопатогены нашего растения в наших дальнейших лекциях я возможно вам расскажу об этом эксперименте так вот когда мы планировали его мы разговаривали спортивными врачами спортивные врачи сказали что для спортсменов если происходит особенно на фоне нагрузки увеличение на девять процентов эффективности это иногда эта медаль это просто медаль а в настоящий момент мы с вами знаем насколько высоко ценятся олимпийские медали насколько ценятся медали чемпионатов мира там да и смотря по уровню спортсмен для любого из спортсменов любая медаль ценна ну вот в спорте высоких достижений девять процентов это абсолютно точно медаль если мы говорим о выносливости значит здесь мы говорили с вами о работе в интенсивной при интенсивной нагрузке сейчас мы поговорим о том что нужно было выполнять заданную нагрузку заданной интенсивности не максимальной а просто нужно было равномерно выполнять какую-то нагрузку ну опять же белотрап и мы видим что если не было фона утомления то по сравнению с контрольной группой люди которые принимали экстракт радиола на 12 процентов дольше могли выполнять нагрузку постоянную нагрузку выдерживать а в случае если люди до этого перенесли определенную нагрузку то есть они до этого с максимальной нагрузкой проработали потом прошло время приняли радиолу и организм еще полностью не восстановился но вот радиола насколько помогла в данной ситуации их выносливость повышалась на 28 процентов ну а теперь каким образом радиолу у нас российской федерации для чего рекомендуется официальной медицине это я вам рассказал о том какие есть клинические данные но чтобы понимать каким образом мы можем официально применять радиолу необходимо читать инструкцию по применению точнее говоря даже не инструкцию по применению а это называется показания к применению источник для показаний к применению у нас существует один это веб-сайт официальный сайт росминздрава где в абсолютно свободном доступе бесплатно вы можете ввести название лекарственного средства лекарственного препарата и получить информацию о показаниях и о том кто производит данный препарат кстати это тоже провериться самим защита от подделок и проверить если вообще данный препарат на российском рынке стоит его искать потому что очень часто в литературе можно найти препараты которые на российском рынке в данный момент отсутствует так вот каким образом радиола экстракт радиолы рекомендуется применять в качестве стимулирующего средства при посты неческих состояниях повышенной утомляемости неврастенических состояниях вегетососудистой дистонии препарат может применяться у больных перенесших соматические или инфекционные заболевания у больных с функциональным заболеванием нервной системы а также практически здоровых людей при астении и пониженной работоспособности необходимо вспомнить в предыдущей нашей лекции где мы обсуждали общий вопрос адаптогенов мы говорили о том что не рекомендуется применять препараты адаптогенов в течение круглого года обязательно нужно делать перерывы и наибольшую эффективность они оказывают в осенне-зимний период пожалуйста помните об этом принимать нужно курсами я бы сказал что не стоит злоупотреблять больше трех месяцев не стоит принимать нужно сделать перерыв и противопоказания как у любого препарата должны быть противопоказания ну всегда индивидуальная переносимость возбуждение я бы даже наверное сказал перевозбуждение поскольку если такое не очень сильное возбуждение то можно как раз как трест-процентивное средство ардиолу применять бессонница артериальная гипертензия лихорадочное состояние беременности и детский возраст до 12 лет артериальная гипертензия да пожалуй в случае запущенном радиолу не стоит применять хотя того же саратикова монографии мы можем найти примеры когда у больных с повышенным давлением ардиола но это было не там не указано что были ли это пациенты зафиксированы артериальной гипертензией но все-таки некое повышение давления до 140 с исторического диастолического до 120 до 110 120 140 на несколько миллиметров порядка 5 давление падало ну все-таки вот официально официально признана на уровне здравая артериальная гипертензия это противопоказания для применения препарата радиола ну и несколько слов о том что на рынках вот этот классический пример экстракт радиолу я уже вам покажу на предыдущих слайдах есть эликсиры частности алтайский состав которого комплексного экстракта входит радиола розовая множество препаратов вот арктический корень это то что продается филляндии этот препарат выпускается по моему швейцарии это пример с американского рынка это еще один разом род шведско-норвежский рынок это тоже что есть в америке ну интернет полон препаратов как я уже вам сказал европейском союзе европейское медицинское агентство разрешило данный препарат поэтому в европе можно очень много найти препаратов с радиолой розовый в аптеках и хеллсторах в америке это вообще отделы большие отделы где продаются ботаников в том числе и супермаркеты ну и дополнительные источники информации значит здесь они таком неком хронологическом примере порядке приведены первая статья на которую я ссылался статья профессора брауна и еще с участием закира рамазанова в 2002 году вот она вышла уже после того как умер статья профессора панасяна 2010 года это большой обзор традиционному применению химическому составу фармакологии клинической эффективности опубликовано в журнале файта медицин затем анализ систематического обзора анализированных клинических испытаний был опубликован китайскими учеными и европейскими тоже в журнале файта медицин буквально через год после статьи профессора панасяна в двенадцатом году вы вышел еще один обзор журнале bmc complementary and alternative medicine это журнал открытого доступа эта статья абсолютно свободно для скачивания ну и как результат вот исследований радиолы которые обобщает предыдущий опыт и в котором включены последние новейшие данные до 2014 года это вот книга большая которая вышла в издательстве crc press в 2014 году радиола розовая ну и в завершении я как и в прошлый раз приглашаю еще есть время если кто-то заинтересован посетить нашу конференцию 21-24 июля 2015 года в фитофан 2015 где мы обсуждаем с европейскими и американскими и китайскими и африканскими и другими нашими коллегами все вопросы изучения фито препаратов современные тенденции и состояние промокологических и других эффектов и спасибо вам за внимание так я вижу уже первый вопрос у меня появился почему детям нельзя значит видите ли наш мир здрав он достаточно консерватива и у нас существует специальное регулирование препаратов детской практики получить официальное разрешение на применение лекарственных средств в педиатрии достаточно непросто для этого нужно провести клинические испытания если вы немножко интересовались вопросами педиатрии клинических испытаний и лекарственных средств на детях возможно услышали о скандале который был буквально два года назад когда одна из европейских фирм то есть не европейских даже это одна из известных мировых фирм привезла некий новый абсолютно новый лекарственный препарат на российский рынок и стала проводить клинические испытания когда у нас еще не не действовали правила good clinical practice стала проводить испытания своего препарата на детях скандал вскрылся получил широчайший резонанс в кругах медицинских я не скажу что именно после этого случаями здрав стал очень консервативно относиться но вот здесь вот на игрок просмотрел эту ситуацию с клиническими испытаниями радиола не было в свое время клинически испытанным на детях некоторые родители используют адаптогены для своих детей если говорить с официальной точки зрения делают они это на свой страх и риск если говорить с практической точки зрения то в традиционной медицине алтая таких ограничений не встречается я не видел ни одной публикации где было бы написано что на детях радиолу запрещено применять вот кроме этого источника сайта рост минздрава и официальной инструкции где ставится такая отметка еще расскажу отметка о том что противопоказание это педиатрия она есть у подавляющего наверно 99 с лишним процентов лекарственных средств которые имеются на российском рынке исключением являются только те лекарственные средства которые используются исключительно для педиатрии но процедура вот их клинического испытания она очень сильно зарегулирована крайне дорога и очень мало эти которые идут на внесение такого вот дополнение инструкцию мнению лекарственных средств что используется разрешается на детях очень мало их фактически я старался ответить на ваш вопрос еще если есть вопрос пожалуйста 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 до новых встреч если больше вопросов нет то тогда пожалуйста можете оставлять свои отзывы